Дайджест недвижимости. При условии стабилизации инфляции на уровне 4%. Наметившемуся тренду на снижение может помочь Центробанк, снизив на заседании 15 сентября ставку рефинансирования, исходя из которой рассчитывается стоимость кредитов. Ранее глава регулятора Эльвира Набиулина прогнозировала, что при 4% инфляции к 2020 году ставки по жилищным займам опустятся до 6,5%. А в агентстве ипотечного жилищного кредитования предположили, что к 2025 году ставки по ипотеке в России могут достичь европейских уровней, то есть ниже 5%. Дайджест недвижимости. 24 договора аренды земельных участков аннулировал городской департамент муниципальной собственности. В числе причин расторжения наличие задолженности по арендной плате, либо неиспользование участка по назначению. Нарушение выявили во время проверки участков, предоставленных для строительства объектов недвижимости, гаражей, административных зданий и складских помещений. Освобожденные после расторжения договоров аренды земельные участки будут выставлены на торги. Если на территории участка есть объект незавершенного строительства, на который получено разрешение, собственник может перезаключить договор аренды и завершить возведение объекта в течение трех лет, поясняют в департаменте муниципальной собственности. Дайджест недвижимости Начать инспекцию детских площадок во дворах кировских домов намерены активисты Общероссийского народного фронта. К работе привлекут неравнодушных жителей, сообщается на сайте Кировского регионального штаба ОНФ. После осмотра будет составляться дефектная ведомость, которая в зависимости от принадлежности земельного участка, вместе с просьбой о ремонте или демонтаже опасных конструкций, будет направлена в адрес муниципалитета и контролирующих органов. Первые рейды уже прошли в Первомайском районе Кирова, и их результаты неутешительны. Во дворе дома 28 по улице Володарского выявлены опасные поломанные качели, крыша над песочницей, которой грозит упасть детям на головы, дырявая горка и другие дефекты. На детской площадке у дома по Розлюксембург-62 активисты обнаружили опасную порванную сетку вокруг футбольной площадки. Вдобавок рядом с детской площадкой старое бомбоубежище, куда дети имеют свободный доступ. По мнению экспертов УНФ, нужно разработать региональные или муниципальные нормативные акты, регламентирующие периодичность проверок состояния детских площадок. По итогам мониторинга, который провели активисты в прошлом году, более 60% таких объектов в Кировской области признаны небезопасными. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.